Эти кадры уже вызвали волну возмущения в интернете. Водитель белого Пежо сбивает собаку. Еще несколько метров машина тащит несчастное животное за собой. Затем автомобиль спокойно уезжает, а дворняга остается на дороге умирать. По словам очевидцев, собака жила на территории базы на южном проезде. Пес был добрым, все сотрудники его подкармливали. Бесчеловечный поступок женщина, сидевшая за рулем иномарки, совершила осенью прошлого года. Видео с камер наблюдения попало в сеть только сейчас. Теперь на базе, где все случилось, отчаянно держат оборону. Место происшествия за этими воротами на территорию нас не пустили. Здесь располагаются несколько организаций. В одной из них работает женщина, задавившая собаку. Сотрудники фирм с нами общаться отказались. Намекнули, что разговаривать с журналистами им запретило руководство. До женщины, переехавшей собаку, нам дозвониться не удалось. Но среди тех, кто с ней знаком, есть люди, которые не считают ее виноватой. Говорят, она просто не заметила животное. Она не специально давила девушку, поверьте мне. Она сначала ее не увидела, когда она под передние колеса. А потом она просто испугалась. Вот и все. То есть надо было раз проехать по собаке? Она про то, что ты сама человек, я знаю ее прекрасно. На Самарские зоозащитники в это не верят. Объясняют, на записи видно, машина едет медленно. Собака ниоткуда не выскакивает, а спокойно идет по дороге в нескольких метрах от автомобиля. Люди говорят, с такого расстояния не заметить животное нельзя. Зоозащитники составили петицию с требованием привлечь женщину к ответственности. Документ уже подписали почти 11 тысяч человек. За этот поступок, на мой взгляд, должна последовать какая-то ответственность. Возникает вопрос, адекватен ли этот водитель, не опасно ли таким водителям находиться за рулем, не представляет ли они опасность для жителей города. А мог на месте собаки оказаться ребенок или, я не знаю, нерасторопная старушка. Защитники животных и возмущенные жители намерены идти до конца и добиться справедливости. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой решат, будет ли заведено уголовное дело. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.